кресло упаковано весьма качественно пакетики все расфокусируемся фирменная символика нового стиля весьма приятная ткань пластик качественный вообще без жрачков торец ну торец нормальный в категории кресел до 100 долларов качество на ура до сереже смотрим дальше сидушка история даже упакована нормально кошками не бахнет кресло новое производится промышленно внизу всего культурная заготовка закладные подлокотники на сидушки торец обработан даже поаккуратнее чем на спинке так ладно к сборке петилучие обычное пластиковое петилучие с укрепленным каркасом и так смотрим гарантийный талончик на фирменном бланке с отметками правильной эксплуатации штампами обращения в сервисный центр все очень серьезно красиво не всегда на технику такие талончики бывают а здесь на бюджетное кресло полноценный гарантийный талон и инструкция напечатана на бумаге качеством чуть выше туалетный но зато высокое качество печати иллюстрации замечательные комплектующие можете проверить скрывалости кресла до вас путем просмотра вот этого пакетика потому что пакет со всех сторон запаян и скрыть его не нарушая упаковка невозможно мы упаковку нарушим упаковку нарушили достаем газли обычный газлифт производства производства видимо тайвань по стандарту качества тиви это хороший газлифт колесики для карпета для ковровых покрытий пять штук кожух газлифта да барашек рубировки спинки и еще две какие-то запчасти но мы посмотрим куда они нам нужны и болты приступаем к сборке так пока мы тут кадр переключали я все аккуратно разложил сидушечку спиночку все прям вот тетель в тетель берем инструкцию собираю первый раз вместе с вами посмотрим сколько это займет времени так увага а это украинский смотрим русский так внимание изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях это предосторожность инструкция по сборке вставить ролики в базе снять кольцо с оболочки ppm ppm что ppm непонятно ладно ставим ролики пока так еще раз снять кольцо оболочки ppm одеваем кольцо в оболочки ppm готово дальше вставить ppm в базу до упора установка подлокотников прикрепить подлокотники к сиденью винтами м6 на 12 или прикрепить подлокотники к сиденью винтами м6 на 12 винтами м6 на 50 сквозь дистанционную втулку вариант 1 вам понадобится крестовая отвертка главное не ошибитесь с положением потому что вот я ошибся с положением приходится зад сидушки задняя часть спинки находится где есть заход это заход под спинку соответственно подлокотник должен располагаться следующим образом относительно задней части задняя часть спины сидушки у нас здесь подлокотник должен стремиться назад то есть устанавливаться вот таким образом вот так вот жалко конечно что не шестигранник а с другой стороны наверное если было бы шестигранник кресло было бы дороже рублей на пиццу закручивать подлокотники рекомендую максимально сильно потому что подлокотники это вещь которая стремится открутиться по крайне по крайней мере на бюджетных креслах это единственная проблема которая возникает через три месяца четыре месяца использования слегка разболтанные подлокотники это не доставляет особых проблем потому что вы можете через три-четыре месяца эксплуатации их точно так же взять и подкрутить установку подлокотник подлокотники подлокотники мы с вами установили у нас есть сидушка с подлокотниками которые в принципе уже можно пользоваться вставляем механизм перманент контакт под сиденье и закрепляем его с помощью винта фигурного B винт фигурный B у нас их две штуки винт фигурный A и B они с разной длиной вот этих вот резьбового соединения сейчас посмотрим нам нужен тот которого соединение длиннее винт B берем перманент контакт перманент контакт такая деталь механизм разворачиваем нашу сидушку чтобы было удобно вставлять и простым движением руки закрепляем перманент контакт готово нам осталось совсем немножко устанавливаем сиденье на подъем на поворот механизм PPM кто никогда не собирал кресел говорю важную вещь да, сидушка устанавливается на PPM или газлифт как его принято называть простым надеванием никаких дополнительных винтов креплений ничего такого нет для верности можете после этого присесть для закрепления всей этой конструкции и можете не волноваться чтобы вытащить вам теперь сиденье из PPM вам нужно его убивать молотком других вариантов вытащить у вас скорее всего нет так, последнее действие инструкции можно уже не пользоваться у нас осталось две детали одна деталь большая спинка, одна деталь маленькая винт A берем спинку вставляем ферманин в контакт так, и каким-то образом его фиксируем а, вот эта штучка должна быть развернута отверстием внаружу если вдруг кого по-другому имейте ввиду у нас совпали отверстия и можно все закрепить наш винт A в механизм так закрепили немножко корректируем всю эту конструкцию поднимаем нашу камеру корректируем настраиваем под себя садимся в кресло поудобней регулируем наклон спинки максимальный наклон наверное порядка 5 градусов минимальный является отрицательным и подталкивает вас вперед в принципе интересный вариант посадки потому что тем самым вы можете обеспечить постоянный упор со стороны спины другими словами такое постоянное напоминание о том что нельзя сутулиться в этом положении сутулиться ох как неудобно регулируем стандартное положение по крайней мере сейчас для видео это нормально и фиксируем путем затяжки вот этот регулятор который находится внизу под спинкой задней это первое действие второе действие чуть-чуть откручиваем наш винт а и приподнимаем спинку до тех пор чтобы поясничный упор располагался в правильном месте в моем случае это где-то так чуть-чуть пониже готово так и регулируем высоту рычажок под креслом один единственный он регулирует месту посадки сидеть должно быть комфортно чтобы ноги не были слишком согнуты готово ну по ощущениям в принципе могу сказать что кресло удобное однозначно удобнее чем его альтернативы за 3000 рублей поэтому могу сказать что купив кресло компании новый стиль кресло комфорт вы не разируете это очень приятная форма сидушки и спинки кстати надо его показать как там что было видно это спинка имеет ярко выраженную форму боковая поддержка хорошая и поясничный прогиб поясничный прогиб видно когда видна форма она в принципе средняя часть где у нас поясница она повторяет эту форму весьма весьма неплохо поддержит поясницу вот и что немаловажно очень хорошая форма сидушки она также имеет ковшевидную форму ротпедические вырезы и что меня очень порадовало отличный скошенный передний кран что редкость для дешевых кресел как правило вот эта часть пластика она впивается в подколенное пространство или так или иначе касается и раздражает здесь же этого нет потому что наплыв ткани ну около двух сантиметров и кроме того грань обработана очень хороший кант приятно смотрится общее впечатление от кресла могу сказать что приятная ткань чем-то напоминает шерсть шерсть это весьма модный материал сейчас в офисе вот дорогие компании его используют как не дорогие компании а презентабельные кресла часто идут в шерсти единственное что выдает стоимость низкую стоимость этого кресла это низкое качество подлокотников отвратительная текстура на вкус и цвет как говорится но мне не очень нравится хотя по удобству они очень даже ничего к ним нет никаких претензий они находятся на своем месте на нужной высоте вот общий вид обзорный я что все что что это что вы что что вы вы Субтитры сделал DimaTorzok